Ром, что ты делаешь? А, не видишь, я к тебе готовлюсь. У меня, между прочим, после завтра первый экзамен. Ну, готовиться нужно не за день начинать, а за год как минимум. Давай, выбирай свои учебники, у нас эфир вообще-то. Точно, совсем забыл. Всем привет в прямом эфире программы «Отдыхайп», и вы смотрите нас на национальном телевидении «Чуваши». И со мной здесь сейчас самая лучшая соведущая в мире Аня. Спасибо. И просто, Рома, сегодня мы говорим на тему экзаменов. Как к ним готовиться, как сдать на 100 баллов, и обсудим другие актуальные вопросы на эту тему. Да, также на протяжении всего эфира у нас действует конкурс. Вы можете выиграть вот эти замечательные таблетки «Антистрессин». Это конфетки. Да, разыгрываются без рецепта. Они помогут нам всем сдать ЕГЭ хорошо и не нервничать. Без стрессов, без депрессии. Все, что от вас требуется, это зайти в группу ВКонтакте «Городской детский медиа-центр Кучмала», поставить лайк на запись нашим эфирам, сделать его репост, и уже в конце эфира мы подведем итоги. Также на протяжении всей нашей программы пишите нам в чат все ваши вопросы на тему экзаменов. Мы обязательно на них ответим. Экзамены, экзамены. У меня же на это слово аллергия вообще. Кто их придумал, для чего? Рома, ну что ты ноешь, а? Между прочим, экзамены сдавали еще ученики античного мира. А первый единый экзамен был придуман в Древнем Китае. Его сделали для того, чтобы найти умных людей. Вот явно не тебя, которые потом отбирались на государственные должности. Ну, Древнем Китае-то понятно, для чего они были нужны, а нам в современном мире. Зачем ЕГЭ? Почему мы не можем просто получить аттестат с итоговыми оценками? Ну как почему? Во-первых, тебе никто не выдаст аттестат. А во-вторых, нужно получить хорошую профессию, а то будешь всю жизнь метлой улицы подметать. Дворник, между прочим, тоже профессия. Такими темпами это твоя будущая профессия. Нет, ну на самом деле, представь, как хорошо было бы, если отменили ЕГЭ. Никаких проблем, никаких репетиторов, никакой зубрёжки. Не жизнь, а сказка. Ну, конечно, да. Но всё же, я с тобой не согласна. Потому что ЕГЭ даёт возможность поступить в любое в страны. Вот ты знаешь, допустим, хорошо русский язык? Поступишь в Москву и будешь учиться бесплатно. Это же так круто. И к тому же на ЕГЭ тебе нельзя списать, тебе не поможет учитель. А это значит, что у всех одинаковые, честные результаты. Аня, ну ты понимаешь, я трачу лучшие годы своей жизни на подготовку экзаменов. Да, да. Ты сегодня только начал готовиться. Какие лучшие годы? Ну не сегодня уж, не ври. Месяц назад. Ну ладно, месяц. Суть не меняет. Вообще тебе легко говорить на эту тему. У тебя ещё год впереди до подготовки к экзаменам. Ну я тоже экзамен сдавала в прошлом году. ОГЭ называется. Ну ты сравнила, конечно. ЕГЭ в раза три сложнее, чем ОГЭ. Ну, возможно. Для тех, кто не знает, что это такое. Нас ведь не только школьники смотрят. ОГЭ – это обязательный государственный экзамен. Его сдают все ученики после девятого класса. ЕГЭ – это единый государственный экзамен. Его сдают выпускники одиннадцатых классов. Да, а также выпускники техникумов и колледжей, которые хотят продолжить обучение и поступить в ВУЗ. Сейчас обязательные предметы для сдачи ЕГЭ – это русский язык и базовая математика. Рома, ты какие предметы на выбор взял? Общество знания и историю. Давайте все, Роме, пожелаем удачи, потому что общество знания и история по статистике за прошлый год – это самые провальные экзамены. Интересно, почему же? Ну, спасибо. Но мне кажется, потому что на историю многие ученики приносят шпаргалки. Точно. Ведь там надо знать много дат, много правителей. Проще ведь написать что-то на листочке, положить в карман, как говорится, и списать. Но если ты попался, то пиши пропало, все, экзамен провален. Да, вот у меня знакомая в прошлом году на ЕГЭ по математике распечатала таблицу умножения. Положила ее в карман, и во время экзамена прямо в аудиторию у нее случайно бумажка выпала из кармана. Наблюдатели заметили все, ее удалили с экзамена. Теперь перездача только через год. Так что всем, кому предстоит сдача экзаменов, вам крайне не советуем брать с собой шпаргалки. Рассчитывайте на свой ум. Да, на свои знания в голове. Также, Аня, я слышал то, что в Финляндии, по-моему, экзамены вообще не сдают. По-моему, там дают просто аттестат с тоговыми оценками, и ты дальше продолжаешь образование. Ничего себе. Я вот знаю, что в Южной Корее, например, экзамен вообще длится аж 9 часов, и его нужно сдавать по 7 предметам. Господи, я бы этого не вывез. Так что, Ань, в каких странах еще сдают так много экзаменов? А это ты узнаешь в нашей следующей рубрике. Образование в Японии так же, как и у нас, делится на начальную школу, среднюю и старшую. Каждые два месяца ученики сдают экзамен по математике, обществознанию, японскому и английскому языкам. Упускникам, чтобы поступить в ВУЗ, нужно сдать не только школьные экзамены, но и вступительные в университете. Даже обладатели красных дипломов должны изрядно потрудиться. В израильских школах ребята учатся аж 12 лет, а потом все сдают психометрический вступительный экзамен. Он состоит из тестов по направлениям. Словесное мышление, математика и английский язык. Интересно то, что этот экзамен проводится на пяти языках. Во вьетнамских школах дети не только учатся, но и живут на протяжении 12 лет. После окончания учебы все они сдают национальные выпускные экзамены по вьетнамской литературе, математике и английскому языку. А чтобы продолжить обучение дальше и поступить в ВУЗ, школьники должны сдать вступительные экзамены в университете. Дети в Индии идут в школу с четырех лет. Представляете, в этой стране не существует оценок. Зато два раза в год проходят обязательные экзамены. Они письменные в виде тестов по четырем основным предметам. Английский язык, математика, хинди и естественные науки. Для поступления в индийский университет достаточно сдать только школьные экзамены. Испанцы начинают учебу в школе с шести лет. Много времени там отводятся на изучение иностранных языков и искусства. После окончания школы все ученики сдают государственные экзамены. Пишут сочинения, тесты по истории, испанскому и иностранным языкам. Дети в Монако идут в школу с шести лет и сразу поступают в одиннадцатый класс. Нет-нет, мы ничего не перепутали. Просто отчет классов в Монако идет по убыванию. То есть ученики поступают в одиннадцатый класс, а выпускаются из первого. Еще одна удивительная особенность в школах Монако – это уроки физкультуры. На них детей учат держаться на волнах в открытом океане и спасать тонущих людей. Экзамен по физкультуре обязателен во всех школах этой страны. Греция. Греческие дети большое внимание в школе уделяют религии. Каждое утро перед занятиями ученики выстраиваются в линейку и читают молитвы. В конце каждого учебного года ребята сдают переводные экзамены по нескольким предметам, куда обязательно входит религия. Я напоминаю, что это снова программа «Отдыхай» в прямом эфире. Мы сегодня обсуждаем тему экзаменов. И у нас в студии прекрасный гость Никита Архипов. Человек, который в прошлом году сдал ЕГЭ по русскому языку почти на 100 баллов. Это достойно аплодисментов. Спасибо. Добрый день. Спасибо, что ты к нам пришел. Спасибо, что пригласили. Первый вопрос. Где ты сейчас учишься? Я обучаюсь в Чубашском государственном университете на факультете иностранных языков. А ты давно определился с выбором будущей профессии? На самом деле я бы не сказал, что очень давно, потому что долгое время я думаю, что стану журналистом, вашим коллегой, по сути. Но в конце концов я понял, что меня больше тянут именно иностранные языки, английский, французский, испанский, и хочу еще китайский попробовать выучить. И поэтому я решил именно пойти переводчиком. Как ты давно начал готовиться к ЕГЭ? К ЕГЭ я начал готовиться сразу же, как сдал ОГЭ, по сути, потому что наша система образования так устроена, что как только ты сдаешь ОГЭ, тебя сразу начинают готовить к новому экзамену. Поэтому как только я поступил в одиннадцатый класс, я в десятый, получается, в десятый класс я поступил, я сразу начал готовиться к ЕГЭ, выбрал предметы и начал подготовку. Какие ты предметы сдавал? Я сдавал шесть предметов, получается... Ого! Да, шесть предметов — это математика БСВ, литература, история, общество, знания, русский язык и... что я... не припомню. Даже не помнишь? Да, основные вот именно эти экзамены были. Как у тебя хватало времени готовиться по стольким предметам? У меня так получилось, что пока я учился все вот эти вот девять лет до десятого класса, я уделял внимание каждому предмету, я не старался отсиживать какие-то уроки, поэтому во многих предметах я не начинал с нуля, у меня была основа, поэтому мне хватило времени на все. А реально ли найти ответы на ЕГЭ? Боюсь, что нет. По крайней мере, моим сверстникам это не удалось. Те, кто покупали ответы на ЕГЭ, они либо вообще ничего не получали, либо получали ответы неверные, так что я бы этого не советовал делать. А хватало ли времени гулять с друзьями тебе? На самом деле мне хватало времени не только, чтобы гулять с друзьями, но еще и готовиться к выпускному, к последнему звонку, мы готовили отличные номера, работало какое-то внутреннее распределение времени и, в принципе, мне хватало времени на все, как на подготовку, так и на развлечение. Это здорово, что у тебя на все хватало времени. Когда я готовилась к ЕГЭ, у меня не хватало времени на развлечения и прогулки с друзьями. Что сложнее, ЕГЭ в школе или сессии в университете? Я бы сказал, что это во многом зависит от преподавателя, потому что преподаватели бывают требовательные, действительно требовательные, и они делают экзамен сам по себе сложнее. Однако ЕГЭ это еще и психологическое давление, поэтому, наверное, я бы сказал, что ЕГЭ это более сложный экзамен. А ты готовился сам к ЕГЭ или ходил к репетиторам? Частично я готовился и сам, и как бы с репетиторами, потому что репетиторы, они мне помогали замечать те детали, которые я сам не в состоянии увидеть. Но основной упор в подготовке я, конечно, делал на индивидуальное обучение. А как ты думаешь, без репетиторов реально хорошо сдать ЕГЭ и подготовиться самому? Я думаю, да. Это зависит, опять-таки, от человека, кто-то не нуждается в подготовке с помощью репетиторов. И поэтому, я думаю, да, это вполне возможно. А какое задание ЕГЭ для тебя самое сложное или запоминающееся было? Я думаю, это задание по истории, задание с картой. Да, подержите. А ты волновался сильно перед экзаменом? Я очень сильно волновался перед экзаменом по истории, потому что он был для меня особенно важным. И именно этот груз ответственности, он как бы подталкивал меня к волнению. Но как только я осознал, что нужно как-то собраться и начать воспринимать ЕГЭ как простой тест, я поборол волнение. А родители за тебя волновались? Да, да, конечно. Они волновались за меня не меньше, чем я сам за себя волновался. Наверное, даже сильнее. Да, да, я думаю, даже сильнее, потому что, опять-таки, они видели то, как разворачивается моя судьба. По сути, ЕГЭ – это и есть судьба, но с на решение. А мы вот провели свой эксперимент и решили узнать, остались ли знания жгольной программы у наших родителей и провели для них своего рода ЕГЭ. Мы взяли задания из разных предметов ЕГЭ и решили узнать, ответят ли они на них и будут ли они для них сложными. Смотрим наши следующие рубрики. Дорогие родители, приветствуем вас на едином государственном экзамене. Прошу вас ознакомиться с правилами ЕГЭ. Но перед этим хочу познакомиться с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я 35 лет тому назад закончила школу. В школе я училась на оценке «Хорошо». Меня зовут Андрей. Значит, школу я закончил 31 год тому назад. И сегодня я попробую свои знания использовать при сдаче ЕГЭ и, соответственно, попытаться сдать их положительно и победить соперников. Итак, начнем. В одном из слов, которое я произнесу дальше, будет ошибка в постановке ударения. Вам нужно сказать, в каком слове ошибка и назвать его правильно. Итак, создавший, каталог, начав, торты, аэропорты. Аэропорты. Ваш ответ? А я думаю, каталог. Итак, правильный ответ сказала Наталья, потому что правильно говорить, аэропорты, а каталог прозвучал верно. Следующее задание. Вам нужно снова найти ошибку. Ихние письма в обеих руках до 1905 года. Итак, ошибка была в слове, в словосочетании ихние письма, так как ихние слова не существуют. Определите, атомы каких двух из указанных в ряду элементов имеют на внешнем энергетическом уровне 5 электронов. Первое. П. Фосфор. Второе. Н. Азот. Третье. С. Сера. Четвертое. Алюминий. Пятое. О. Кислород. Так, я тут затрудняюсь отвечать. А как вы, Наталья? Я тоже чуть затрудняюсь сказать. То есть, никто не ответил правильно. Правильный ответ – это фосфор и азот. Выберите три верных ответа из шести, которые я произнесу. Итак, к ленточным червям относятся. Ихинокок, свиной цепень, широкий лентец, кошачья двуустка, печеночный сосальщик, молочно-белая планария. Я очень далеко от этого не могу ответить. Угу. А вы, Наталья? Ихинокок. Ну, я не уверена, мне просто понравилось это слово. Можно считать, как правильно это, потому что к ленточным червям относятся эхинокок, свиной цепень и широкий лентец. Какие три из перечисленных городов России являются центрами производства алюминия? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти города. Первый – Магадан. Второе – Братск. Третье – Красноярск. Четвертое – Тула. Пятое – Новокузнецк. Шестое – Норильск. Производство алюминия. Давайте я отвечу. Значит, это Красноярск, Новокузнецк и Норильск. Так. Наталья? Норильск, Магадан и Красноярск. Правильный ответ. Два – Братск, три – Красноярск, пять – Новокузнецк. Вы были ближе всех, Андрей. Итак, следующий вопрос. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий, представленного ниже ряда. Запишите это слово в словосочетании. Рабочая сила, безработные, занятые, трудоспособное население, производители материальных благ. Рабочая сила и трудоспособное население. Два варианта. Нужно выбрать один. Один – значит трудоспособное население. Итак, вы оба ответили правильно. Наш экзамен закончился. Я думаю, что вы большие молодцы, потому что вспомнить свои знания спустя столько лет – это очень сложно. И ваш результат довольно-таки неплохой. Теперь я жду от вас впечатлений. Я, конечно, боялся, волновался. Все-таки это был экзамен. Хоть и столько лет прошло, я что-то все равно пытался ответить. Спасибо. ЕГЭ мне понравилось давать, но сложно. Наше время было намного легче. У нас были просто экзамены. Можно было и списать. Это все та же программа «Отдыхай». И сегодня мы обсуждаем тему экзаменов. И у нас в гостях сегодня Никита Архипов. Стобальник по русскому языку. Никита, вот твои родители, как ты думаешь, ответили бы на вопрос про ленточных червей? Я думаю, папа бы точно ответил. Тебя папа разбирает в биологии? Да, он ее достаточно неплохо знает. А они помогали тебе, может быть, в подготовке ЕГЭ? Во время самой подготовки нет, но они помогали мне еще в младших классах, когда я в пятом-шестом классе учился, мне было тяжело. Да, они помогали мне серьезно. Даже в английском языке, который они тогда не особо знали, можно сказать, не знали вообще, мы сидели вместе и готовились. И теперь иностранный язык это моя самая сильная сторона. Какие молодцы родители. Три главные проблемы в процессе подготовки к ЕГЭ у тебя какие были? Первая и самая главная проблема это начать готовиться. Потому что очень легко сказать, вот завтра я сяду и начну готовиться. Но на самом деле гораздо тяжелее это сделать. Как знакомые. Да, это как с понедельника я точно похудею. И у меня многие, не то чтобы друзья, друзья и знакомые, они хотели начать готовиться буквально за два месяца до экзамена, за месяц до экзамена. В итоге экзамен наступал, а они так и не начинали готовиться. Наверное, как Рома, за день начинали готовиться. Это не за день, что ты. Вторая проблема это длительность подготовки. Потому что готовиться приходится очень долго. Как я уже сказал, я начал готовиться уже в 10 классе. И поддерживать темп подготовки крайне трудно. Приходится отвлекаться на какие-то ненужные вещи, на другие предметы. Опять-таки ты все еще учишься в школе и должен работать на свои четвертые оценки, на свой аттестат. И поэтому приходится еще как-то уделять внимание экзамену на такой длительной дистанции. Это очень тяжело. А я вот знаю, что в школах проводятся российские олимпиады школьников. И если ты выиграешь эту олимпиаду, то тебе автоматически зачисляют 100 баллов к ЕГЭ. Ты участвовал в таких олимпиадах? Да, я участвовал в олимпиадах школьников и участвовал в вузовских олимпиадах. В олимпиадах школьников я участвовал, проходил на республиканские этапы по английскому и французскому языку. В вузовские олимпиады я был финалистом проб пера. Это олимпиада по журналистике от СПБГУ. И олимпиады по английскому языку и страноведению от МПГУ. Получается, это Московский педагогический городской университет. А эти олимпиады тебе помогли как-то при поступлении? К сожалению, нет. Потому что я везде дошел до финала, но не смог именно вот этот последний рывок сделать и стать призером. Вот так получилось. Но однако, однако, они стали очень хорошим опытом для меня именно в плане подготовки. Потому что я продолжаю как бы свою журналистскую деятельность и участие в пробе пера. Оно мне очень сильно помогло именно в составлении текстов, построении интервью и прочее. Что насчет поступления? Приемная комиссия. Как там все происходит? Приемная комиссия. Получается, каждый ученик может подать заявление в пять различных вузов в различных городах, не более. В некоторых вузах, на некоторых факультетах нужно сдавать дополнительные испытания, которые, допустим, в том же Московском государственном университете нужно на каждый факультет дополнительные испытания сдать. Поэтому там баллы должны быть выше. Получается, подавая заявление в пять университетов, вы отправляете свои баллы ЕГЭ, свои достижения, значки ГТО, красный диплом, получается, с лотами, да, красный аттестат, как его сейчас называют. И потом по итогу составляются списки, поступили вы или нет. И вы поступаете уже, если находите себя в этих списках. Если поступаете, да, опять же. А ты пользовался шпаргалками на ЕГЭ? Вопрос, который можно немного дискредитировать, но нет. У нас были люди, которые проносили... Были такие люди. Пытались принести телефоны. Понятно. Ну а мы узнаем про этих людей после рекламы. Смотрим. Мы снова в прямом эфире. Это программа «Отдыхайп». Сегодня мы говорим на тему экзаменов. И во время рекламы наш гость Никита нам сказал, что в его классе шпаргалками никто не пользовался. И мы вам настоятельно не рекомендуем это делать. Потому что ведь сейчас каждая аудитория оборудована двумя камерами видеонаблюдения, картинкой которых транслируется в общий центр в Москву. Да уж. Камеры сейчас не только на телевидении, но и в школах. 21 век на дворе, господа. А что за камеры-то качественно нас снимают? Нас снимают камеры видеопродакшена «Перфекта». Это качественная современная видеосъемка, работа профессионалов. А где мы сейчас находимся? Видеопространство «Птица». Творческое. Творческое видеопространство «Птица». Здесь вы можете провести свое любое мероприятие. Свадьбу, вечеринку, день рождения. И просто замечательно провести время. Да, я напоминаю, что у нас все время эфира идет розыгрыш. Вы можете выиграть вот эти замечательные конфетки против стресса. Все, что от вас требуется, это зайти в группу ВКонтакте «Городской детский медиа-центр Куча Мала», поставить лайк и сделать репост записи нашего эфира. Ну а сейчас мы приступаем отвечать на ваши вопросы, которые вы писали нам на протяжении всего эфира. Вот Миша Порфирьев пишет. Если бы у вас была возможность отменить экзамен, то отменили бы? Однозначно. У меня два дня до экзамена. Конечно бы отменил. Я не знаю. Мне кажется, если отменят ЕГЭ, то сделают еще что-то более страшное. Ну можно в этом году отменить, а с следующего года, в принципе, возобновить или что-то ужесточать. Можно мне выпуститься, пожалуйста? Я тоже хочу выпуститься. Тогда давайте через год. По какому предмету вы больше всего готовитесь? К эфирам. Да, я тоже на самом деле к эфирам готовлюсь, потому что у меня до ЕГЭ еще год. Я пока отдыхаю. Да, у меня все уже запущено. Да. Конечно, Никита молодец, ведь он учился в моей школе. А она у нас с языковым уклоном. Привет, 4-я гимназия. Привет, 4-я гимназия. Так, не собираюсь покупать ответы. Много людей просто делают на этом деньги, ответы придумывают. Пишет Ксюша. Согласен. Да, и Рома завтра. Найти ответы. А я уже купил, я уже понял то, что меня обманули там. На примере Ромы вы теперь понимаете, что ответы ни в коем случае покупать не нужно. Ксения пишет, на ОГЭ было много ответов, но надеяться на них это глупо. Да, мы согласны, мы уже это сказали. Правильно, так. Экзамены это не конец, Света, а всего лишь важный этап нашей жизни. Если не сдашь, то ничего страшного. Да, согласна, Рома, что ты переживаешь? Нет, я бы посмотрел на тебя, когда у тебя осталось 2 дня до ЕГЭ. Ну, Рома, ну не сдашь ничего страшного, на следующий год сдашь, будешь готовиться, больше времени не будет. А, точно. В армию сходишь. Ты же мужчина. Ну, ну ладно. Оля пишет, правильно ли, что в 11 классе помимо ЕГЭ пишут ВПР? Вот, мне кажется, что нет, правда. Я писал. И как сложно? Отлично. Я по истории написал на тройку. Молодец. ЕГЭ, наверное, тоже так напишешь. Нет, ЕГЭ... Нет. ЕГЭ напишу отлично. Я желаю тебе удачи на ЕГЭ. Никита пишет, какой предмет самый тяжелый? Наверное... История, общество, знания. Да. Я думаю, литература еще сложная. Литература сложная. Но на самом деле, у кого так не спросишь, какой предмет самый сложный, вот какой предмет этот человек сдает, он и говорит, что это самый сложный. Вот я сдаю литературу, я говорю, что литература самая сложная, а Рома говорит, что история... Ну, по-моему, как это подтверждено, то, что география самый легкий экзамен, говорят. Возможно. Как родители могут помогать выпускникам, пишет Никита? Морально, наверное. Вкусняшки покупать. Конфетки вот такие, против стресса. Мне помогают. Так. Евгения пишет, очень важно готовиться, чтобы прийти к успеху и сдать ЕГЭ на высокий балл. Я могу рассказать о своей сдаче ЕГЭ, как это было. Расскажи, Евгения, нам интересно. Ани и Рома, вы готовились к ЕГЭ с репетиторами или сами? Я только сижу на репетиторах. Самому не получается. Он просто лентяй. Я ленивый. Котиков смотрю. Да. А вот я пока еще не готовлюсь, но я думаю, я буду ходить к репетиторам и совмещать еще подготовку самой в интернете. Если бы была возможность выбрать устный экзамен или письменный, то что бы вы предпочли и почему? Я бы предпочел отменить, в принципе, экзамены. Вот. А если выбирать из этого, то, конечно же, письменный. Я тоже думаю, что письменный. Можно хотя бы свои мысли. На устном можно растеряться. Да, а на письменном свои мысли в порядок привести. Рома, а ты успеваешь готовиться к ЕГЭ, помимо того, что ты готовишься к эфирам? Нет, времени очень мало. Ну да, ты же говоришь, что ты постоянно сидишь в телефоне, залипаешь на котиков, конечно. Ну да, возможно. Вот скоро тебя интернет поглотит, как ловушка, понимаешь? Надо поменьше сидеть. Вот следующая рубрика как раз для тебя. Смотри внимательно. Знаешь, я узнала столько нового. Балдельно. А где ты была конкретно? Я была за Волгой. Ну, я как всегда дома все провел. В картошке. Бывает. А может, прогуляемся? А, пошли. Угу. Ты никого не слышишь, когда тебе говорят не сидеть в телефоне. А теперь ты буквально находишься в нем. Что происходит? Что происходит? Я здесь надолго? Он занимался один раз в одну минуту. Но если ты успешно пройдешь тест, то возможно у тебя есть шанс, чтобы вернуться. Сколько? Тест? Да все что угодно, только побыстрее. Договорились. Начинаем. Стоит ли делиться всем, что с тобой происходит в сети? Нет, так делать нельзя. Да, пусть все знают, где я сейчас. Иногда можно. Вдруг это действительно интересно. Б? Че? Да в смысле? А можно подсказку? Хорошо, посмотрим, смогут ли твои друзья тебе помочь. Что делать, если появились странные ссылки, рекламные окна и всплывающие уведомления о подозрительных выигрышах? Стоит ли проверять свой смартфон перед сном и рано утром? Хочешь использовать последнюю подсказку от друга? Да, пожалуйста. Ты где был? Аня! Долгая история, но главное, я поняла одно. Виртуальный мир никогда не заменит реальность. Да, Аня, я тебя понял. Надо меньше проводить времени в интернете и больше готовиться к экзаменам. Пришло время подводить итоги нашего розыгрыша. Мы сейчас узнаем, кто будет победителем и выиграет вот эти замечательные конфетки против стресса. Антистрессивно. Да, в специальном приложении. Они такие вкусные. Мы узнаем победителя. Победителем становится Роман Филиппов. Мы обязательно с тобой свяжемся и передадим тебе этот сладкий приз. Надеемся, он поможет тебе сдать Егена отлично. Что же, Рома, все хорошее когда-то заканчивается. И наш выпуск, и сезон тоже подходят к концу. И мы хотим вас познакомить со всеми, кто участвовал в создании выпусков первого сезона. Конечно же, это мои ведущие. Я Рома. Аня. Да. Нас снимает Евгений. Это наш самый главный оператор. Тут у нас сидят все ведущие прошлых выпусков сезона «Отдыхай». Они сидят, поддерживают нас и учатся на наших же ошибках. Это Мария Владимировна. Это наш режиссер и руководитель. Она дает самые важные наставления и иногда подсказывает нам вот в этот микрофон. Но только чшшш, я вам этого не говорила. Это наши операторы. Анжелика и Дима. Они снимают нас качественно и современно. А за этой дверью находится режиссер монтажа. Он склеивает все эти кадры, и вы видите эту прекрасную картинку. Его зовут Александр. Это были все, кто участвовал в создании первого сезона программы «Отдыхай-хайпа». И по традиции мы принесли сегодня вот такой вот сладкий сюрприз. Это символ нашей программы – рупор. И сейчас давайте все вместе, дружно крикнем в него «До встречи в новом сезоне». Ну что же, кричим «Три, четыре». До встречи в новом сезоне! Партнеры проекта – студия семейного кино «Перфекто» и творческое пространство «Птиц».